Майский номер уральского следопыта, статья уральского историка Алексея Рёмина и американского профессора Ильи Гринберга, лучший ас союзников Георгий Ричкалов. Американский исследователь Майкл Спик пишет в книге «Асы союзников». Значение асов истребительной авиации не поддается оценке. На протяжении всей истории человечество нуждалось в героях, которые личным примером вдохновляли на подвиги своих соотечественников. Этим требованиям в полной мере отвечают асы. Возникает вопрос, продолжает Спик, что отличает аса истребителя от любого другого воина, совершившего героический подвиг в тот же период времени. Эта проблема требует особого внимания. Во-первых, воздушный бой содержит массу атрибутов в сражении гладиаторов на арене. Редко это рассматривается просто как поединок прождущих сторон, но нередко оказывается, что на летчика истребителя набрасывают мантию чемпиона-единоборца. Во-вторых, героические подвиги в воздухе не только происходят у всех на их глазах, зачастую у зевак и наблюдателей на земле, а также у непосредственных участников боя, но они и подаются счету. Даже игроки в ту или иную игру ведут счеты под аплодисменты множества болельщиков. Пилота истребителя тоже судят по количеству его побед. Смысл не в том, что скромный застенчивый пулеметчик на земле может предъявить счет на большее количество уничтоженных врагов, чем ас среднего уровня. Такого рода героизм не особо заметен. Более почетно подняться в воздух на боевой машине и биться с врагом лицом к лицу. Такие действия похожи на рыцарский турнир и, короче говоря, являются сплошной романтикой. Поэтому особый интерес вызывает определение лучшего аса союзников объединенных наций во Второй мировой войне, то есть бившего наибольшее количество самолетов противника. Но во время Второй мировой войны у союзников не было общепринятой методики зачета воздушных побед. В советских военно-воздушных силах учитывались личные и групповые воздушные победы, но они не суммировались, а счет шел только по личным победам. В британских и американских военно-воздушных силах личные и групповые воздушные победы суммировались, поэтому боевой счет мог быть более дробным. Таким образом, лучший ас союзников может быть определен как по советской методике определения сбившего наибольшее количество самолетов противника, так и по англо-американской. Учитывая, что зачет групповых побед в советских ВВС поощрялся, чтобы поднять моральный дух советских пилотов, в первой половине войны применение англо-американской методики при определении лучшего аса союзников выглядит более справедливым в отношении пилотов, которые воевали в 1941-1942 годах. Известно высказывание Александра Покрышкина, кто в 1941-1942 годах не воевал, тот войны по-настоящему не видел. Но задним числом нельзя решить, по какой системе следует определять лучшего аса союзников по англо-американской или по советской, поэтому следует делать оговорку, по какой методике ас признан лучшим. До относительно недавнего времени лучшим советским асом и самым результативным пилотом-истребителем союзников во Второй мировой войне считался Иван Кожедуб, лично сбивший 62 самолета противника. В лет за ним шли советские асы Александр Покрышкин, Николай Гулаев, Григорий Речкалов и Кирилл Ивстигнеев, чьи боевые счета по индивидуально сбитым самолетам противника составляли, соответственно, 59, 57, 56 и 53 победы. При этом следует отметить, что Речкалов никогда не признавал свой данный боевой счет, считая его заниженным. В 2007 году московский исследователь Михаил Быков издал книгу «Асы Великой Отечественной. Самые результативные летчики 1941-1945 годов», который привел документально подтверждаемые воздушные победы советских асов, сбивших 10 и более самолетов противника в ходе Великой Отечественной войны. В следующем году он выпустил ее расширенное издание под названием «Советские асы 1941-1945 год. Победы сталинских соколов», в которой приводятся документально подтверждаемые победы советских летчиков, сбивших 5 и более самолетов противника. Наконец, в 2014 году вышло новое издание «Все асы Сталина. 1936-1953 год. Охватывающая период с 1936 года до смерти вождя». При этом оказалось, что вышеприведенные счета воздушных побед лучших советских асов не совпадают с документально подтверждаемыми. Согласно оперативным и итоговым документам авиационных частей и соединений, хранящимся в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, бывшие счета составили у Николая Гуляева 55 личных побед и 5 групповых, у Кирилла Евстигнеева 52 личные победы и 3 групповых, Ивана Кожедуба 64 личные победы, Александра Покрышкина 43 личные победы и 3 групповые, а у Григория Ричкалова 61 личные победы и 4 групповых. Таким образом, на первый взгляд Иван Кожедуб является лучшим асов-союзником как по советской методике учета воздушных побед, так и по англо-американской, так как у второго про результативности советского аса Григория Ричкалова 61 лично сбитый самолет и 4 групповых, то есть 62,04 самолета в дробном виде. В общем итоге на 1,59 самолета меньше. Однако, есть серьезные основания утверждать, что в оперативных документах проводились манипуляции со сбитыми Кожедубными самолетами. В своих воспоминаниях в верность отчизне Иван Кожедуб писал, как сбил немецкий реактивный истребитель. Однако, известно, что прославленный ас не сбивал МЕ-262. Это, в частности, доказывает его биограф Николай Бредихин в книге Кожедуб. По свидетельству Михаила Быкова, МЕ-109 был заменен на МЕ-262 оперативных документах. Но это не единственная манипуляция в оперативных документах в отношении сбитых к Кожедубу самолетов. 18 марта 1945 года американская авиация провела один из крупнейших налетов на Берлин, в ходе которого произошли боевые столкновения между советскими и американскими авиационными подразделениями над советской зоной оккупации в Германии. Известно, что за этот день Кожедубу были зачтены две воздушные победы. В представлении Кожедуба к званию трижды Героя Советского Союза сказано, 18 марта 1945 года майор Кожедуб в паре вылетел на перехват истребителей противника, которые преследовали самолеты союзников южнее моря на высоте 5000 метров. Кожедуб атаковал сзади и снизу фоке-вульф 190 и с расстояния 80 метров зажег его. Самолет горящим упал 80 километров севернее Кюстрина, второго фоке-вульфа 190 атаковал и сбил на встречных курсах самолет противника, упал в 5-6 километров севернее западнее Кюстрина. Приведены эти две победы из списка Михаила Быкова. Кожедуб описал этот воздушный бой в своих воспоминаниях верность отчизне. Однажды я вылетел в паре с Дмитрием Нечаевым на свободную охоту на берлинском направлении. Замечаю большой четырехмоторный самолет, да это Боинг-17, летающая крепость, американской авиации. Ее преследует два мистершмита. Под прикрытием напарника я сверху ринулся на истребителей и отбил их атаку. Не знаю, кто сидел в крепости, но вот так заставил меня поступить в союзнический долг. Фашисты удрали в направлении Берлина. Решаю догнать крепость и поприветствовать союзников, как вдруг замечаю сзади восьмерки фоковульфов. Они стремительно направлялись к нашей паре, а летающая крепость спокойно удаляется. Я был удивлен, отчего же гитлеровцы не погнали за крепостью. Рассуждать было некогда. Фокеры приближались снизу, как бы вытягиваясь дугой. У меня была большая скорость, и я использую ее запас. Резко набрал высоту, положил самолет на крыло. Ведущий фашистской восьмерки, обнаружив всю свою неумелость, открыл по мне огонь с очень большой дистанцией. Он, видимо, вообразил, что я собираюсь уходить. Подбадрив ведомого, держись, Митя, он небольшим креном влево набрал высоту, используя мощность мотора. Ведущий вражеской группы тоже набрал высоту и отвернул вправо, на меня, наконец, сообразив, что я готовлюсь к атаке. Цель у меня явная – захватить преимущество в высоте и, оценив обстановку, атаковать нашу пару. Но группа немцев раскололась, боевого взаимодействия и поддержки у них не было. Этим мы и воспользовались. Стремительно, перейдя в атаку, камнем сверху я свалился на крайний самолет. Нечаев прикрывал меня надежно, и я с близкой дистанции в упор расстрелял Фокке-Вульф. Он вспыхнул и пошел к земле. Осматриваясь, ведущий, он выше нас суетливо пытается запнуть кольцо Фокке-Вульфов и атаковать нашу пару. Делаю боевой разворот, беру его в прицел и первым с перевернутого в положение стреляю. В этот миг, когда мой самолет зависает животом вверх, длинные очереди прошиваю вражескую машину. От Фоккера что-то отлетает, и он начинает беспорядочно падать. На моем счету появился 60-й сбитый самолет врага. Однако именно 18 марта 1945 года Кожедуб сбил два американских истребителя Р-51 «Мустанг». В книге серии ЖЗЛ Кожедуб это событие описано так. 18 марта 1945 года в 13.35 южнее Морина в заградительной очереди Кожедубу удалось отогнать пару немецких истребителей, пытавшихся атаковать летающую крепость Б-17. Через несколько секунд его Ла-7 был атакован истребителями прикрытия американскими «Мустангами». Кому огня? Мне спустя полвека с возмущением вспоминал Иван Перепетий и того воздушного боя. Очередь была длинной, с большой в километр дистанции, с яркими, в отличие от наших и немецких, трассирующими снарядами. По количеству истребителей в эскорте я уже понял, кто это. Из-за большого расстояния было видно, как конец очереди загибается вниз. Я перевернулся и, быстро сблизившись, атаковал крайний истребитель. Увидел на нем разрывы снарядов. Потом в его фюзеляже что-то взорвалось, и он сильно запарил и пошел со снижением в сторону наших войск. Полупетлей, выполнив боевой разворот, с перевернутого положения я атаковал следующего. Мои снаряды легли очень удачно, самолет взорвался в воздухе. В ходе обеих атак меня надежно прикрывал Дмитрий Нечаев. Когда напряжение боя спало, настроение у меня было совсем не по-бедному. Устроит мне баню по первое число, думал я, заходя на посадку. Но все обошлось. В кабине мустанга, приземлившегося на нашей территории, сидел здоровенный негр. На расспросы подоспевших к нему ребят, кто тебя сбил, вернее, когда эти вопросы кое-как сумели перевести, он отвечал «Фокке-Ульц с красным носом». Не думаю, что он тогда подыгрывал, не научились ее союзники смотреть в оба. Вскоре проявились пленки. На них главные моменты боя были зафиксированы четко. Их смотрело и командование полка, и дивизии, и корпуса. Командир дивизии Савицкий, в оперативное подчинение, которому мы тогда входили, после просмотра с иронией сказал «Эти победы в счет будущей войны». Имеется свидетельство ведомого Кожедуба Дмитрия Нечаева о событиях 18 марта 1945 года. Я прикрывал Кожедуба в этом боевом вылете. Вылетели мы на свободную охоту в районе Берлина. В это время американцы производили массированный налет на Берлин. Придя в район, мы увидели, что летит одна крепость Б-17, и у нее дымил один двигатель. Да и к тому же ее атакует четверка Мистершмиттов. Кожедуб решил их отогнать. Желание у него было помочь экипажу крепости, для того, чтобы она могла перелететь линию фронта или долететь до Полтавы. Полтавский аэродромный узел используется в качестве авиабазы ВВС США при проведении челночьих стратегических операций. Или совершить вынужденную посадку на нашей территории. Мистеры, увидев нас, с переворотом ушли. Мы пристроились к крепости и, просматривая воздух, двинулись дальше. Вдруг видим, что идет восьмерка самолетов в нашу сторону. Они были как бы похожи на фоке-вульфы. Но потом, приглядевшись, мы увидели звезды и поняли, что это мустанги. Мы не стали их атаковать. Скорее всего, произошло так, что когда на крепости напали мистера, ее экипаж вызвал истребителей для прикрытия. Мустанги увидели, что рядом с их крепостью находятся наши самолеты и приняли нас за фоке-вульфы, не разглядев наши звезды, и стали атаковать. Мы были вынуждены вступить с ними в воздушный бой и стали пытаться изворачиваться от их очередей, но ничего не получалось. Кожедуб принимает решение также их атаковать. Позже, обсуждая бой, он сказал, что думал, что, может, это немцы на этих американских самолетах, и из-за этого они так активно нас атакуют. Итогом боя стали сбитые два мустанга. Я летел за Кожедубом, и все было как в калейдоскопе, обстановка очень быстро менялась. Первый был сбит самолет при выполнении им атаки. После потери одного из своих мустанги стали еще активнее атаковать нашу пару. Второго он сбил как бы с боевого разворота, пристроился и с перевернутого положения, подойдя на очень близкую дистанцию, сбил мустанга. После этой атаки я получил команду Кожедуба уходить. Горючего у нас оставалось мало, и мы с переворотом ушли вниз. Мустанги за нами не погнались. Придя на аэродром, мы доложили, что вели воздушный бой, и сбиты два самолета, а какие не говорили. После проявления пленки было четко видно, что на самолетах звезды это не Фокки Вульфы и не Мистер Шмидт, а американский мустанг. Командир полка Чупиков сначала растерялся, потом проконсультировался, и в итоге записали эти самолеты как Фокера. Иван Кожедуб в своей книге описывает как раз именно этот воздушный бой. Таким образом, в действительности 18 марта 1945 года Кожедуб сбил не два немецких истребителя Фокки Вульф 190, а два американских мустанга. Поэтому следует признать, что его фактический боевой счет составляет 62 самолета противника. По количеству лично сбитых самолетов у Кожедуба на один самолет больше, чем у Ричкалова. Но с учетом сбитых в составе группы у последнего на 0,41 самолета больше, поэтому Кожедуб может быть признан лучшим асом союзников по советской методике учета воздушных побед. Но по англо-американской методике, когда в расчет берутся как личные, так и групповые воздушные победы, Ричкалов оказывается лучшим асом союзников во Второй мировой войне.